всем доброго времени суток это мой завтрак мюсли здесь вода кипяток и немножко капля молочка и яблочко и друзья так очень много что-то там шума не было пока садилась еще думаю сейчас сниму так тихо хорошо сегодня у нас суббота и мы хотим съездить в таракону мы хотим съездить в парк централь чтобы купить одежду девочки пойдут в лагерь надо что-то свеженькое футболочки там штаны шортики я хочу как потому что сарафан найду тратить много не будем совершенно немножко там я не знаю я думаю что парк централь там есть примарки и zara есть манга что-нибудь там недорогую футболочку там какой-то шортики можно купить недорого вот поедем вместе с вами посмотрим посмотрим вообще цены может быть скидки там есть так что в общем вчера вам не сняла смотрю вот как-то не знаю может быть что-то неинтересное снимаю я показываю свою жизнь да она такая она такая какая есть поэтому не обижайтесь если там может быть что-то кто-то ждет от меня более такого интересного не знаю какая есть такая есть бывает скучно бывает веселый бывает вот разнообразно бывает вот такая какая она есть сегодня вам показала свой завтрак я вам его раньше показывала я стараюсь питаться правильно и я вам же говорил что отказываюсь от мяса до мяса ну как бы не желательно кушать мне писали в комментариях что нет нет это неправда надо его есть я вам скажу что пусть каждый останется при своем мнении да сколько людей столько и мне никому мясо заходит ему как бы хорошо от мяса я допустим считаю что мясо да его конечно хочется иногда поесть но лучше переключаться или на рыбу или на молочку больше к подобрать рацион или же тот кто не ест мясо лучше кушать орехи тут очень много кстати кешью тут много миндаля очень принципе он недорого и стоит грецкий тоже есть на вкус конечно не такой как у нас нас вроде как вкуснее я уплатила все долги по коммунальным я оплатила полностью все у меня был долг за трубы 6 с половиной плюс каждый месяц за трубы у нас просто за трубы ты не пользуешься но у меня почему-то было 550 знаю что в том году у меня было там около 500 потом они мне повысили и представьте за все время пребывания мне такой вот долг вот они прислали плюс за газ я пока разобралась и его уплатила а потом разобрались а в общем все супер короче у меня там все по коммуналке хорошо и плюс свет не насчитывали каждый месяц свет хотя я не пользовалась щучками посылала пока вот все это в общем разобралась со светом который не насчитывали но опять же пришлось все это уплатить я просто надеюсь что когда я буду дома тогда мы эти все вот которые я уплатила и свыше деньги как-то верну себе то или буду пользоваться потом они мне будут как бы это все убирать но пришлось все выплатить потому что у нас настолько все стало плохо что стали людям блокировать карточки за коммунальные то есть любой долг поэтому вот пришлось все это погасить но я не одним месяцем гасила я начала гасить еще это зимы зимы гасила 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 и вот уже до конца я все это слава тебе господи погасила я погасила в том месяце а в этом месяце просто уже сверху уже кидаю лишь бы только как бы не было никаких проблем просто как не залезешь куда в новости в какие-то просто волосы дыбом тому заблокировали того заблокировали тот 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 и буквально за какие-то мелочи представляете такой вот прям вот как бы слава богу сегодня залезла тоже в онлайн банки посмотрела но я имею ввиду по платежке даешь плачу через онлайн вот посмотрела все хорошо там только 12 с половиной было представляете откуда они опять вылезли мне 1250 я взяла туда полтинник уже кинула ну гривен естественно вот и это за трубы там уже было по нулям но я туда все равно 200 гривен кинула думаю боже ну как же что так все сложно я же не пользуюсь ничем и более еще и трубы значит у нас в украине так за трубы берут за транспортировку газа которого у меня там сейчас нет они через месяц или там него вообще залезли через забор и перекрыли представляете хотя я там не живу и не пользуюсь этим вообще просто а теперь чтобы мне приехать и возобновить еще надо было деньги за это заплатить просто ужас просто какой-то в общем вот такая вот у меня ситуация поэтому скажу копейку дружусь потому что пришлось вот так вот все это заплатить сумма была конечно не маленькая вот так что вот так вот все в общем будем собираться поедем и поставим вы нашли где продаются велосипеды такие маленькие для детей по 255 а этот он 1980 этот вообще 2550 я тут вижу от радости увидела море увидела кораблики смотрите как идут они красиво радуюсь прям вижу от радости это та которая море не любит ай хочу уже плавать как красиво но мы шоппинг шоппинг будем делать но я думаю что мы сюда обязательно приедем купаться смотрите как кораблики на одинаковом расстоянии друг от друга плывут так впечатляет это ой любимая моя трагона привет привет идут мои зайчики такие довольные ну ничего надо делать деткам радости иногда конечно а что же а как же так и и и это главная улица рамбланова тарагоне и вышли парк в центральную только с другой стороны и 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 Настя вам купила сколько вещей Но еще пока не купила, но выбрала И шортики разные Ну, в общем, на посредний счет куплен Сейчас, подожди, давай с Настей закончим Тут, чтобы уже все ей взять Ну-ка, да? Довольная Футболка красивая Две пары шортов Смотри, какой красивый костюмчик Да Футболка Это футболка и как сарафан идет Получается Мы примерочной Посмотрите, какой крутой футболка Я такие брючки себе нашла Классные Ну, Настя Мелия тоже себе Купальник убирала В общем, классные Мне так нравятся Хочу их взять Такие широкенькие они Такие легкие Такие вот классные Футболка вместе с сарафаном идет Вот так Сейчас я сарафан Сейчас Настя у нас сарафан померяет Ну, понятно, это это шорты Будут одеваться Будут лучше с ним Это шорты Очень хорошо у нас, Туня Красота Тут идет, получается, и футболочка И сам сарафанчик Поля тоже себе спортивные штаны выбрала Говорит, хорошо И понравились Полины штаны 14 Ну, и чехол на телефон Она себе какой-то нашла Зачем-то 4 евро чехол Так сколько их у тебя Их много уже, Поля? Ну, ладно Настя купила себе Вот такую вот Большую колбасу Я говорю, есть не переесть Палочки эти Это на вкус Два евро, да? Как вкусные палочки На вкус Но они тут имеют разный вкус Да Мы идем Поля себе там какую-то купила Вкусняшку А я иду Вот Вещи взяли В общем, главное, что они всем подошли Вкусняй всех лимон Вот В общем, мы идем У нас есть немножко время Хочется еще персиков Очень мы хотим еще взять персики Сейчас по дороге будем проходить мимо Это кукурузная палочка Но сверху просто Не намазана футовая штука Да, ну не плохо Хорошо, вкусно Так, а как нам пройти? Пошлите вот сюда по зебре Пошлите по зебре Так, теперь куда можно спуститься? Вот сюда Заворачиваем, да Четыре с копейкой, короче Четыре с копейкой Ищем Мелочь На персике Два евро Сверху платья лежит Я его взяла По скидке Два пятьдесят Затем Вот эту кофточку Взяла тоже Два пятьдесят Коля Нашла себе кофту Тоже классную Под спортивные В общем Это я В теди зашла В теди Там скидки такие большие Вот нашла Ну, миленькое платье Летнее Хорошее Ситцевое Так, а эта Сколько тут? Ага Угу 59,109,42 Маленькая микроволновочка Недорогие машинки Можно позволить себе Купить за 300 евро То есть Если тут работать То все это стоит Не такие уж Большие деньги В холодильнике 260,325 Угу Так Взяли персики Сидим Ужас Вымазали Телефоны Сидим В общем Взяли персики Потом вам расскажу Значит Один пакет У нас килограмм евро Мы на 2 евро Взяли Евро 49 Были По евро 49 А вторые по евро Килограмм евро Но они тут Немножко чуть похуже Но мы все равно Их купили В общем Получается Вот такие вот персики Это Пуля купила Угу Поэтому мы В общем Сели Отдохнуть Немножко Устали Уже Вот такие вот мы Да Надо положить Хотя мы только 2,5 часа Ходим У нас целый пакет Покупал Да Потом покажем Сейчас У нас целый пакет У нас целый пакет У нас целый пакет